Приветствую вас. Я вижу в вашем вопросе, скорее, такую проблему самооценки, нежели проблему отношений. В том смысле, что мужчину, очевидно, все устраивает. Мужчине, очевидно, все нравится. Мужчине, очевидно, меняться нет никакого горизона, нет никакого смысла, потому что у него и так все есть. У него есть, ни много ни мало, все, что ему нужно, вот сейчас, на данный момент. И вы ему это даете. Отчасти вы даете ему это тем, что поддерживаете такую его позицию. Отчасти вы даете это ему тем, что никак не боретесь за, к примеру, за свои интересы и так далее. И вы соглашаетесь на это, на все, что предлагает вам мужчина. Вот. Я вас сейчас не обвиняю, просто речь идет о вашей самооценке, как я уже сказал. Она у вас, судя по тому, что вы описываете, она у вас, ну, достаточно сильно занесена. Потому что вы позволяете мужчине, вот, все, вот это вот, что он делает, делать. И здесь, в общем-то, вопрос, только к вам, пожалуй, устраивают ли вас такие отношения, да? Вот. И, соответственно, если не устраивают, то почему вылез в них? Вот. То есть, мужчина, он менять ничего сам, да, скорее всего, не будет. Ему это просто не нужно. Он не будет вас знакомить с кем-то, с кем-то из своего окружения, к примеру. Потому что ему это, ну, в принципе, тоже не нужно. Вот. Зачем, если вы и так все ему позволяете? Зачем, если вы и так, по сути, принимаете все, что он вот вам, ну, говорит? И это с одной стороны. С другой стороны, есть подавление такое у меня, что вам просто, знаете, вот, не хватает своих интересов. То есть, вы очень сильно завязаны, на мой взгляд, на человека. То есть, вы очень сильно завязаны на мужчине. Вам очень не хватает. Его не хватает. Может быть, не хватает, чем себя занять. Вот. Такая история. Понимаете? И мне думается, что если эта проблема действительно существует, если эта проблема действительно есть, то, в первую очередь, это, опять же, ваше желание попрепности. Вот. То есть, это то, чего вы хотите. Это то, чем вы, ну, чем вы себя, да, условно говоря, занимаете. Чем вы можете себя занять. Чем вы можете и чем вы хотите себя занять. Это вот ключевая история, на мой взгляд. То есть, мужчина, он, ну, он воспринимает отношения с вами, да, он воспринимает отношения с вами не серьезно. Ну, вот. Это правда. Но, воспринимает он отношения с вами не серьезно. Почему? Что вы сделали для того, чтобы он воспринимал ваше отношение с вами не серьезно. Вопрос к вам я хочу, вот вопрос вам я хочу задать. Понимаете? Вот. То есть, если вы себя поставили определенным образом, то и воспринимать вас будут так же определенным образом. Вот. То есть, мужчина чувствует, например, что вы от него зависимы. Вот. Допустим. Чересчур от него зависимы. И, соответственно, ваша ценность тут же, тут же снижает и снижается очень сильно. И, если вы о себе не заботитесь, если вы не показываете свою независимость, что мужчина, он и будет относиться к вам именно так. Потому что он получает все стимулирует. Вы не научили его с собой считаться. Понимаете? Вы не научили его с собой считаться. Мужчину. Просто. Вы не показали ему, что с вами можно и нужно считаться. Вот. А это очень серьезные истории. Вот. И так далее. Вот не хочет он, например, вас куда-то брать. Да? Допустим. Ну и все. Это его выбор. Это его право. И вы, значит, понимаете, что человек четко расставил свои приоритеты. Вот. Хорошие ли они, эти приоритеты, да? Или не очень хорошие. Неважно. Он их расставил. И вы это принимаете и реагируете соответствующе. Вот. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, этого не происходит. То есть, на мой взгляд, вы реагируете не соответствуяще. Вы продолжаете. У него выпрашивают что-то. А выпрашивая что-то, обесцениваете себя. И демонстрируете. И демонстрируете мужчине свою зависимость от него. Вот. Поэтому здесь нужно выяснять, на мой взгляд, почему вы так себя позиционируете. позиционируете. То есть, почему вы позиционируете себя как, условно говоря, просящий. Да? Вот. С чем вот связано то, что вы позиционируете себя вот так. Что вы, ну, что вы именно просящий. Вот. Мне думается, это очень важная история. Мне думается, это очень важный момент. То ли вы здесь боитесь одиночек, то ли вы не привыкли, допустим, полагаться на, ну, на себя. Вот. Что ли еще какие-то есть факторы. Вот. Но так или иначе, так или иначе, какие-то факторы есть. Вот. И вот с ними, в первую очередь, нужно работать с тем, чтобы вы чувствовали себя самодостаточным. Чтобы вы не нуждались в том, чтобы кто-то вам, там, сделает одолжение, да, и куда-то вас, там, не знаю, к себе возьмет с собой. Ну, ну, с собой. Вот. Такая вот история. Поэтому, ваш вопрос, вот как вы его задаете, да, вот вы говорите, дайте совет. А, тут дело не в советах. Понимаете? Тут дело в том, как, как вы сами, сами, да, к себе относитесь. Как вы сами себя воспринимаете, как вы сами себя видите, к примеру. Вот. Что важно. Вы пишете, что вы встречаете с мужчиной 9 месяцев. Это достаточно для того, чтобы узнать более-менее друг друга. Но, что получается? Получается, что нет. Получается, что этого недостаточно, чтобы узнать друг друга. Ну, вот, если я правильно вас, по крайней мере, понял. То есть, у вас живёт какая-то надёжа на то, что всё изменится. И я понимаю, вы хотите, чтобы всё изменилось. Это правда. Но вопрос заключается в том, что столько чего хотите лично вы. То есть, какое желание, какое желание, да, и потребность лежит на основе, вот, ваших переживаний. Вы, вы говорите, что мне кажется, я ему не нужна. Возможно, и так. Но насколько нужны вы себе. У меня, например, да, у меня, например, нет такого ощущения, что вы нужны сами себе. У меня нет такого ощущения. У меня нет чувства, что вы нужны сами себе. А если вы не нужны сами себе, то откуда эта нужность возьмётся у другого человека, понимаете? Так, значит. В это время не представил никому своих друзей. Ну, не воспринимать серьёзно всё, да? Дело не в том, что я этого сильно хочу. О том, что когда они собираются в компании, мне становится обидно, что он меня не берёт. Почему? Она не... Почему вам становится обидно, что он вас не берёт? Не берёт. Вот именно обидно, почему становится вам. Вот давайте постараемся этот момент поиследовать. Да. Почему вам становится обидно, что он вас не берёт? Вот именно, почему вам становится обидно. Это важно. Это... Это очень важная история. Что... Вам становится обидно, что он вас не берёт. Не берёт. Это... Вполне себе. Вполне себе. Уже основание для, допустим, психотерапии с вами. К примеру. Вот. Потому что вам здесь обидно. Обида. Это... Определённые ожидания. Ваши ожидания. И... Соответственно... Если у вас есть определённые ожидания, то... То... В основе... В основе... В основе... О... Ожидания лежат желания. Да? Ваши... Ваши желания. Вот. С... Желаниями. Вероятно. И... Нужно работать. Вашими. Чтобы вы более... Адекватно, допустим... Ээээ... Понимали. Что хотите. Чтобы вы более адекватно понимали... Эээ... Что вам нужно. И... Что вы разобрали с обидами. Чтобы не прикладывали ответственность... Эээ... За эти обиды на... Ну... На человека. Да? На... Мужчину. Вот. Дальше. Эээ... Так. Он ответил... Что... Значит... Просто не хочет пригла... Не хочет это оглашать. Почему? Да? Когда к нему приезжал обратно... Я очень расслабил меня с ними погулять. Он очень вроде согласился... На следующий день придумал... Золотой перед баром... Будет корить колен... Не знает как я к этому отнесаюсь. И ответил... Что ни разу там не была... Кхм... 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 Кальяну не курила. Но попробовать бы хотел. Он так не ответил. Ничего с этого не взял. Вот. Это ощущение такое, да? Что... Вас... Вот. Именно у вас, да? Эээ... Эээ... Ну... Вот. Как будто... Своего досуга... Вот. Именно... Именно... Своих... Своего... 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 Как будто бы нет. То есть вы... Вот... Такое ощущение, да? Эээ... Что... Ну... Эээ... Как бы ждёте... Ждёте вот... А... Человека... Что он от вас возьмет. Куда? И... Тут встаёт вопрос. Я знаю вопрос... Вопрос, возможно, не очень хороший, не очень такой приятный, возможно, для вас. Но все же важный вопрос. А именно, насколько вы интересны друг другу. Вы говорите, что у вас очень часто секс и все. Но что-то может свидетельствовать о том, что кроме секса вас больше ничего не связывает. Если это правда, если кроме секса вас больше ничего не связывает, то это, на мой взгляд, довольно серьезная проблема. Понимаете? Ну, довольно серьезная проблема, что кроме секса вас больше ничего не связывает. Это значит, что личностная связь и привязка к соответствиям у вас нет. И есть ощущение, что вы от него зависели, есть ощущение, что вы все время от него чего-то ждёте. И это не так, чтобы прямо, знаете, вот, ну, чтобы прямо плохо, что вы чего-то ждёте, что вы чего-то хотите, это не плохо, не плохо то, что вы чего-то хотите, но вопрос заключается в том, что вы становитесь зависимым из-за того, что хотите. Вот это для отношений очень губительная история, когда один партнёр становится зависимым от другого партнёра в том, что он хочет. отношения в таком случае становятся крайне неравноправными, крайне неравнозначными. И, ну, по факту, по факту, получается так, что человек как будто бы чувствует большую ответственность за, допустим, партнёра, чем она должна быть, или чем комфортно для него. Вот. Может быть, если бы вы могли бы себя занять, да, может быть, если бы вы могли себя чем-то занять, если бы вы себя занимали чем-то, вот. то, может быть, в таком случае мужчина бы проявлял бы к вам больший интерес. Вот. А так, в силу того, что он знает, что вы, например, никуда не денетесь, да, вот. Зачем для вас что-то делать, ведь нужно же на вас там наглядывать и прочее, прочее, прочее. И в этом, в этом смысле, в этом плане довольно символично, на мой взгляд, выглядит его статус о том, что он без пары. То есть он действительно, возможно, не чувствует вас, женщина, женщина, не чувствует, что он все женщины находится в отношениях. То есть не чувствует, что вы самостоятельный партнёр. Вот, я думаю, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что я обозначил те, те проблемы, которые мне показались важными и значимыми. Вот. я надеюсь, что вы, ну, сделаете для себя определённые выводы. Я надеюсь, что, например, обратитесь к психологу для того, чтобы, к примеру, ну, поработать над, вот как раз, своей смартойкой, над тем, что вы хотите, над своими желаниями. Вот. И, возможно, 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 я повторю, что возможно над страхами, которые у вас тоже имеют место, по-видимому, быть. Вот. Такой ответ. Я надеюсь, что он вам понравился. По крайней мере, вы оценили, надеюсь, его пользу для себя. Если вам, если, значит, это действительно так, если вам действительно мой ответ пришёлся по душе, вот, то я буду вам очень благодарен, если вы сделаете его лучшим, оцените его. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.